привет всем я может как вы уже знаете достаточно серьезно отношусь ко всяким знакам и вот сегодня с двух сторон у меня обрушилась одна и та же тема хорошо ли мне жить в японии я решила что это знак надо об этом поговорить я вообще очень осторожно всегда подхожу к этой теме особенно когда меня спрашивают кто-нибудь с прицелом в эту самую японию уехать то есть вот я думаю переезде как тебе там потому что да с одной стороны я могу честно сказать мне в японии нравится мне здесь живется лучше чем латвии даже в чем-то проще но я считаю что в таких моментах стоит очень очень скептически относиться к чужому опыту особенно если этот опыт положительный почему потому что все переехавшие за границу плюс-минус несчастны одинаково участливо не по-разному и здесь очень индивидуальный фактор давайте для начала про то в чем все несчастливы сразу говорю я не говорю про ситуацию когда у человека на родине есть опасность для жизни нужно немедленно переезжать то есть я не говорю о беженцах войны я не говорю о людях которые едут спасаются дискриминации от геноцида и так далее это совсем другое я говорю о людях которые просто думают что если они переедут им будет лучше на новом месте и вот здесь надо быть очень осторожными во-первых так давайте я скажу это прямо если вам скучно на родине если вы не можете найти работу которая вас будет полностью удовлетворять если вы окружены злыми и нехорошими людьми то прежде чем решаться на переезд я очень-очень настоятельно рекомендую вам сходить на психотерапии почему потому что существует немаленький шанс что все эти проблемы не внешние а внутренние что это исходит из вашего видения окружающего мира из паттернов поведения и избавиться от них можно исключительно изменив себя но даже если вы радикально измените свое окружение приедете совсем совсем другое время вы потащите все эти проблемы багажом за собой и на новом месте они станут хуже плюс добавится огромное количество других проблем во первых чисто бытовых вот вы живете на каком-то месте в каком-то доме у вас все под рукой все как вы привыкли вы переезжаете на новое место этого больше не будет вам нужно будет обеспечивать себя новым жильем все заново выстраивать подбирать и так далее приходится думать о таких вещах о которых вы раньше может быть даже никогда не задумывались подключение воды газа и так далее все это приходится обдумывать это раз вы лишаете чем дальше вы уезжаете от того места где вы были раньше тем больше вы лишаетесь от этого круга общения который у вас уже сложился значит вы лишаетесь помощи со стороны у вас прерываются контакты с вашими родственниками у вас прерываются контакты с людьми да вам с друзьями да вы можете теоретически поговорить с ними по скайпу но скажем если вы заболеете то никто не сможет по скайпу вам приготовить еду никто не сможет вас вытащить из дома погулять вот такие вот вещи они тоже отпадают плюс к тому супермаркет который выходили в котором вы всегда покупали продукты вы к нему привыкли больше его нет парикмахер которому выходили больше его нет зубной врач и так далее тому подобное все это исчезает и вам все это нужно опять заново себе обеспечивать на новом месте и заметьте я еще вообще даже не трогала всякий калчур шок языковые проблемы да если это добавляется то это вообще это от потому что вам приходится все то же самое но не на неродном языке кучи вещей которые все вокруг знают а вы не знаете да можно теоретически как-то подготовиться в каких-то местах но не во всех если вы переезжаете на новое место всегда будет что-то что вы не учли в итоге ну где-то первый год приблизительно он наполнен всякими бытовыми проблемами ну и если у вас есть какая-то болезнь и так далее это все может очень сильно усугубиться потому что непривычная еда непривычный климат и так далее вы словите кучу проблем первый год вам будет очень плохо физически ментально по-разному будет плохо одиноко больно и так далее вы готовы к этому вы можете это выдержать если да то потом возможно возможно прибавится что-то еще какие-то еще вещи которые все это перекроют но какие-то вещи вот этот вот бонус который получает те кому здесь нравится включая меня кому после переезда стало лучше она все настолько индивидуально и я бы сказала что будучи далеко отсюда далеко вот в латвии я даже представить себе не могла что конкретно у меня улучшится в японии что станет лучше сейчас задним умом я могу сказать что да скорее всего сработало это 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 и это но все вещи которые в моем случае сработали я даже не осознавала что они будут работать вот как можно сказать поэтому увы с одной стороны у вас может сложиться все он просто идеально и великолепно может быть так что спустя пять лет после переезда вы так смотрится на себя и выясняется ух ты да я же вырвался из токсичного окружения мне очень хорошо подошел климат я изменил структуру питания и стал себя лучше чувствовать у меня появилась куча новых людей хобби замечательная работа и вообще сейчас вот насколько мне стало лучше такое может быть но может быть и совсем наоборот что спустя те же пять лет вы посмотрите на себя и поймете что вы превратились буквально в развалину в очень одиноки вы занимаетесь совсем не тем чем вы хотели заниматься и вообще непонятно зачем вы сюда уехали если все так плохо такое тоже может быть но по большим счетом у людей где-то посерединке какие-то аспекты улучшаются какие-то аспекты ухудшаются человек может сказать например да я стал зарабатывать больше но у меня стало меньше общения мне здесь менее комфортно но одновременно с этим у меня здесь семья а допустим на родине меня семьи не было или что-нибудь подобное то есть плюс минус и вот если те плюсы которые появились будут перекрывать минус эту человеку хорошо если нет то человеку плохо но это тоже очень-очень зависит от того как человек воспринимает окружающий мир считает ли он что стакан наполовину пуст или наполовину полон так далее и тому подобное так что нет я не советую переезжать если вам просто как-то не очень комфортно если вас конкретно торкает именно с японии то здесь тоже ну здесь тоже трудно сказать может быть так что вам как и мне будет вот в приедете и вы поймете что все именно так как вы хотели даже лучше вам будет интересно а может быть так что окажется что ваше очень идеалистическое представление о том как она здесь все выглядит какие здесь люди как здесь все работает что ну не соответствует действительности вообще никак и тогда выяснится что вы просто останетесь со всеми теми проблемами которые у вас здесь появились и которые вы привезли с собой и будет очень плохо и неприятно как то так увы возможно получилось несколько пессимистически но вот такое мнение с удовольствием отвечу на все ваши вопросы так что комментарии пока пока